друзья приглашаю вас на выставку персональную в москве в особняке на елоховском проезде дом 3 строение 1 в субботу 18 часов я вас жду в гости буду на открытии потом уеду на пленэр работать и надеюсь в середине марта я еще с вами встречусь чтобы написать там мастер-класс для вас покажу как работаю поставлю натюрморт попишу так что еще увидимся инна романова как попасть к вам на пленэр летом хочу я провожу мастер-класс и ближайший будет в мае на майские праздники будут две группы глициния в гурзуфе мы будем писать в никитском ботаническом саду два дня и и три дня в гурзуфе две группы одна с 1 по 5 мая другая с 7 по 11 мая на лето пока не планировал но но сделаю класс еще летом тоже в гурзуфе так что вы можете пока предварительно готовится и записываться слайд заявки я думаю это будет в июле месяце в середине пётр бобров услышал вас забил в поисковик художник николай фешин ученик репин начал смотреть портреты прошу прощения 1989 году находясь в донецке выставил небольшую очередь заплатив не жалея в тот момент три рубля это много было кинулся по кругу громадного спорткомплекса смотреть на картины полотна и картона или глазунова с жаром предвкушая и понял что меня развели на глаза на глазки и губки и обложку каталога the beatles мне было стыдно за себя так как в этот момент мне стало жалко три рубля меня развел глазунов сейчас 10 минут тому как я смотрел на портреты николая фешина и невольно видел из работы в работу губки носик губки носик губки носик глазки наверное я не дорос да это нормально абсолютно петр бобров помните историю как как раневская услышала двух дам обсуждавших сикстинскую мадонну которые привезли в пушкинский музей на выставку и одна дама говорил что-то мне эта мадонна как-то не очень и фейна георгиевна подошла и сказал что дам мелочке это мадонна уже стольких покорила на земном шаре что сама вправе выбирать кому нравится коммунит но многие также подходят смотрят картины ну что небо деревья улица солнце какая-нибудь там сирень и что а другие смотрят как завороженные на то как свет упал ну какой-нибудь кусочек света или на то как это написано ну да мотивы одни и те же и сирень ул очка губки носик вопрос как как это сделано если вам это не интересно как это сделано фиши фишина то наверное вы очарованы кем-то другим это совершенно нормально я был в казани как-то не так давно в музее где живьем работы фишина очень много кстати сейчас выставка в казани но вы наверное туда петр бобров не поедете раз у вас губки носика но где вы смотрели в интернете надо же конечно живьем смотреть но может это просто художник не ваш так вот мне руководители музея сказали что были китайцы и они месяц не вылезали из музея с утра до ночи снимая губки носики близко подальше и сделали потом каталог кстати этот каталог мне подарила американская подруга будучи в америке совершенно уникальная книга там действительно все так детально с различными увеличениями какие-то фрагменты очень хорошо сделан каталог хорошая печать большой ну а три рубля конечно вы потеряли на три рубля можно было неделю жить любовь курилова как уверенно подобрали слова про разную чистоту я порой пытаюсь объяснить в споре что мне нравится и почему а просто разная чистота восприятия ну конечно вот и в предыдущем вопросе тоже самое я был в таусе снимал как раз губки носик носики фешина а потом приехал в москву и там в музее импрессионизма шла выставка фешина я туда тут же поехал на следующий день кое-что поснимал я просто отметил для себя что вот стою я работы на которой александра с дочкой и самовар ну известно конечно всем работа и мимо проходят толпы народа которые идут смотреть работать других художников нет это было на другой выставке где было всего там две по моему работы фешина но тоже в музее импрессионизма раньше так вот люди идут 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 проходят просто мимо этого шедевра у которого я залип а это была выставка жены что-то там в работах художника жены художников в их работах наверняка помнить и народ идет смотреть на этих жен различных художников естественно известных но они менее на мой взгляд менее менее значительны более слабые что ли чем чем эти там две-три работы фешина которые висели рядом люди проходили мимо не обращая внимание на эту работу они смотреть они шли за историями тем более экскурсоводы рассказывали что кто-то там куда-то ушел кто-то переженился кто-то развелся и так далее и вот это прельщало они не красота живописи любоваться живописью это конечно отдельная штука эта история это целая жизнь зрителя который превратился в страстного любителя жизни наблюдая за красотой мира видя как художники трансформируют эту красоту выражают свое впечатление уникальное не похоже ни на что вот какая-то особая страсть которая помогает нам родиться быть собой узнать красоту внутри живопись это один из инструментов как и музыка как и литература и так далее поэзии которые которые помогают нам научиться любить ну разве не так скажите что вы думаете об этом ну а если это действительно так то конечно один любит арбуз а другой свиной хрящик друзья про школу мою онлайн не забывайте 10 процентов скидка на все уроки в моей школе посмотрите для примера анонс вообще посмотрите разные анонсы и выберите то что вам нужно ну и конечно делитесь в соцсетях этими видео если они вам нравятся и лайки конечно комментарии тридцать первый урок бухта чехова вот все просто небо море скалы гора на дальнем плане кипарис но попробуй взять эти тонкие отношения если бы было все так легко но кругом были бы одни гении и пока тысячу раз не попробуешь ничего не получится тонны краски изведешь наша задача мыслить тоньше видеть тоньше настроить свой глаз на замечание тонких нюансов отношений и через какое-то время обязательно включится вот это распознавательная функция мозга когда вы видите эти нюансы когда вы когда вы в состоянии замесить сделать замес на палитре точно взять отношения только потом творческая составляющая расцветет в полной мере но не раньше на мой взгляд многие делают ошибку им кажется все все уже получается знакомые близкие в восторге все в порядке я создаю шедевры но это не так себя не обманешь давайте заниматься и заниматься серьезно 31 урок всего лишь 31 но задачи при всей простоте сложнее и сложнее малый формат 30 минут работы мастихин кисти что угодно лишь бы взять тонкие отношения делайте подобные мотивы присылайте мне на разбор удачи в живописи а и и Субтитры создавал DimaTorzok